Из-за распространения коронавирусной инфекции с 9 ноября школьников региона отправляют на двухнедельное дистанционное обучение. В выпуске расскажем, в какие еще ограничения вогнал при Байкале COVID-19. Ограничить ежедневную сумму онлайн-переводов для пенсионеров может Центральный банк страны. С чем это связано и что по поводу инициативы думают люди, узнал я, Данил Седов. Узнаете также, почему в Иркутске после ремонта снова перекладывают асфальт, чем дорожное покрытие не устраивает заказчиков и какие ошибки чаще всего допускают подрядчики. Подробности далее. Далеко не каждый достигает высоких побед, но стать лидером может каждый. Докажем это в рубрике «Повесточки». Для вас вдохновляющие факты весом 82 тонны с огненным подтекстом и рекордными просмотрами. И теперь о событиях дня подробнее. Ситуация с распространением коронавируса в Иркутской области продолжает ухудшаться. Больницы не успевают принимать новых зараженных. Многие вынуждены переживать болезнь на дому. Школьники региона сразу после каникул с 9 ноября уходят на двухнедельное дистанционное обучение. Подобная схема уже действует в семи вузах областного центра. Всю последнюю информацию о пандемии ковид и мирах борьбы с ней расскажем в первом материале выпуска. Никакой социальной дистанции. Кто-то лежит, кто-то сидит, но объединяет этих людей одно – коронавирус. Кадры сделаны в одном из ковидных госпиталей Ангарска. Сюда привезли 70-летнего отца, жительницы города нефтехимиков Ирины. Мужчине диагностировали двустороннюю пневмонию, но отказались принять в стационар и отправили домой. Более того, у пенсионера не взяли мазок на коронавирус и не назначили КТ. Родственники мужчины решили не спускать ситуацию на тормозах. Мы изыскали такую возможность. Мазок у нас приняли в 11 часов дня. Нам сделали КТ. После 4 часов результаты были уже на руках. Поражение легких состояло 55%. В заключении оно также у меня есть. Написано, что это результат ковид, не имеющий даже на руках результаты мазка, который будет готов завтра, также после 4 часов. Я не знаю, получится ли у нас положить папу в больницу. Помогут ли нам, тоже неизвестно. В итоге диагноз ковид все-таки подтвердили в лаборатории. Уже после этого мужчину поместили в госпиталь. Но такой результат, можно сказать, большое везение. Ведь значительная часть заболевших коронавирусом в Иркутской области сейчас лечится на дому. К тому же многие по незнанию принимают препараты, которые не то что не помогут, а наоборот способны навредить. Речь прежде всего о различных антибиотиках, которые в аптеках расходятся буквально за несколько часов с момента поступления. Вот только вирусы такие препараты не убивают. И как средство профилактики не работают. Медицинская наука как раз дает ответ на этот вопрос однозначный. Назначение антибиотиков не имеет профилактической эффективности. То есть антибиотики могут вылечить бактериальную инфекцию, но не дают возможности ее предотвратить. Более того, назначение антибиотиков при вирусной инфекции увеличивает вероятность бактериальных осложнений. Это говорит медицинская наука. Ситуация усугубилась настолько, что ряд известных российских врачей опубликовали открытое письмо, в котором попросили своих коллег не прописывать антибиотики как средство борьбы с коронавирусом, не имея на руках всех необходимых анализов пациента. Ведь в перспективе такое массовое и бесконтрольное употребление препаратов может привести к масштабной антимикробной резистентности, из-за которой есть риск появления новых штаммов бактерий, устойчивых к разработанным в мире антибиотикам. Последствия этого могут быть в разы серьезнее пандемии коронавируса. Тем не менее, дефицит препаратов в Иркутской области уже сформировался. К тому же ситуацию осложняет новая система маркировки лекарств, введенная летом. Правда, сейчас принято решение временно вернуть прежний механизм. Чтобы не допустить задержек с поставкой медикаментов, Минпронтор перевел обязательную маркировку лекарств в измерительный характер. Это позволит более оперативно решать проблему доставки лекарств в регион. Ситуация постепенно улучшается, но проблема не закрыта. Проблемы, связанные с коронавирусом, кажется, достигли критического показателя, тогда как статистика не внушает оптимизма. За последние сутки в регионе выявили еще 245 случаев заражения COVID-19. 11 человек скончались непосредственно от инфекции. К тому же, по прогнозам экспертов, пик заболеваемости в Прибайкале еще только грядет, а массовая вакцинация начнется не раньше декабря, да и то будет выборочной. Поэтому с уверенностью сейчас можно говорить только о том, что коронавирус останется главной новостью еще как минимум два месяца. Павел Жолодев, Андрей Назаров, новости по будням. В такой непростой ситуации, как сейчас, особенно важно приходить на помощь пациентам вовремя. Но это удается сделать не всегда, в том числе из-за аварий. Сразу два ДТП с участием машин скорой произошли в Иркутской области за сутки. В Усольском районе утром перевернулся спецтранспорт, на котором беременную женщину везли в Иркутск. Она не получила тяжелых травм и была направлена в областной центр на попутном автомобиле. Вечером того же дня другая скорая попала в аварию в Тайшете. В спецавтомобиль врезался грузовик. Шофер, как позже выяснилось, не имел прав. В ДТП никто не пострадал. За последние пару недель в регионе произошли уже три аварии с машинами скорой помощи. В конце октября в Иркутске женщина за рулем иномарки не уступила дорогу спецтранспорту. Медпомощь понадобилась трем участникам аварии. От помощи финансовой наверняка не отказались бы многие. Расходы российских семей, в том числе жителей нашего региона, во втором квартале текущего года упали в общей сложности почти на 13%. Меньше за последнее время мы тратили лишь в 2007 году. Такие выводы по итогам аналитического исследования сделали специалисты Международной аудиторско-консалтинговой сети. Существеннее всего на 83% снизились расходы россиян на гостиницы, кафе и рестораны. Что вполне объяснимо, если учитывать эпидемиологическую обстановку в стране и введенные весной ограничения. Также значительно меньше средств во втором квартале 2020-го мы стали тратить на отдых вне дома и культурные мероприятия, покупку одежды и обуви. Кроме того, сократились расходы на транспорт. Суммы не расходов, а денежных онлайн-переводов могут ограничить для пенсионеров всей страны. То есть пожилые владельцы карт смогут переводить не больше определенной суммы. С такой инициативой главе Центробанка обратился руководитель одной из общественных организаций. По его мнению, такие меры призваны защитить наших пенсионеров от действий мошенников. Насколько необходимы такие перемены и какие проблемы они могут за собой повлечь, расскажу я, Данил Седов. В региональном филиале Центробанка России сегодня только и разговоров, что о деньгах пенсионеров. Поводом стала инициатива общественников об ограничении суммы онлайн-переводов, которые пожилые люди могут совершить за сутки. Предложение направили главе Центробанка Эльвире Набиулиной. Сейчас максимальная сумма онлайн-перевода может достигать 1 миллиона рублей. Сколько денег пенсионеры смогут переводить, если данные предложения примут, пока не ясно. Зато известна цель данной инициативы – защитить пожилых людей от действий мошенников. Именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников. Только в Иркутской области за 2020 год в результате различных схем аферистов пострадали порядка полумиллиона человек. И больше 50% из них – как раз люди преклонного возраста. Одним из обманутых мог бы стать Геннадий Константинович, но мужчина сумел сохранить свои деньги. Вот сейчас только было. 309 тысяч – получите, пожалуйста, свои деньги в срочном порядке. Значит, и дальше перейти, выйти с ними на связь. Но я, конечно же, не реагирую. Я знаю, что много дедушек и бабушек было уже наказано за свою доверчивость. И, ну, может быть, некомпетентность даже. Вот, поэтому я на это дело не ведусь. И я просто отключаю. Чаще всего злоумышленники представляются специалистами банка и, используя непонятные пенсионерам финансовые термины, втираются в доверие. Есть и вторая популярная у аферистов схема. Злоумышленник звонит жертве от лица представителя фармацевтической фирмы и уверяет, что пожилой человек ранее купил, например, просроченные лекарства. И теперь пенсионеру положена компенсация. Чтобы перевести деньги, он просит сообщить ему реквизиты карты. Больше внимания мы уделяем, конечно же, лицам пенсионного возраста, пошилым людям, потому что они наиболее доверчивы, не всегда знакомы с технологиями, с различными. Их очень легко обмануть, ввести в заблуждение, называя какие-то специфические слова и выражения. Очень этому подвержены люди, допустим, преклонного возраста, которые еще очень плохо владеют сотовым телефоном. Как раз таких пенсионеров должна защитить инициатива об ограничении суммы онлайн-переводов. Но как именно будет работать данный проект в случае его одобрения пока еще непонятно. Ведь не стоит забывать, что порой пенсионерам необходимо перевести крупные суммы совсем даже не мошенникам. И ограничения могут создать пожилым людям дополнительные проблемы. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням. Немалые средства требуются на ремонт теплотрасс. Только в поселке Рудногорск Нижне-Илимского района нужно привести в порядок 4000 метров металлических конструкций, по которым в дома поступает отопление. Это второй показатель в стране. Активисты Общероссийского народного фронта сформировали рейтинг населенных пунктов самой большой протяженностью поврежденных труб. За единицу измерения взяли котов, которые могут греться зимой на теплотрассах с изношенной изоляцией. Получилось, что в Рудногорске из расчета 30 сантиметров трубы на одного усатого в холодное время года сидеть на всем протяжении старых коммуникаций смогут свыше 13 300 животных. Общественники уже отправили в областное министерство ЖКХ обращение с призывом начать ремонт в поселке. Однако пока сроки проведения работ не определены. А вот для оценки ремонта улиц в Прибайкалье привлечь животных не получится. Для того, чтобы оценить качество выполненных работ, необходима помощь специалистов. И все чаще они вставляют оценку неудовлетворительно подрядчикам. Иван Занько продолжит тему. Улица Красноказачья не только в центре Иркутска, но и в центре внимания автомобилистов. Летом здесь проводили ремонт. Однако даже невооруженным глазом видно, что работы здесь до сих пор не завершены. Часть дороги без асфальта, а бордюры расположены так криво, что есть большая вероятность пробить колесо. При этом доводить до ума участок строителей не торопятся. Да и в целом по городу в этом году подрядчики сильно отставали от графиков сдачи объектов. Не просто на несколько дней, а порой на несколько недель. А реконструкцию Култукска и вовсе было решено закончить только в следующем году. У нас основная рабочая сила на дорогах это армяне. Естественно из-за ковида они приехать не смогли. У всех фирм наблюдалась большая нехватка рабочей силы, соответственно затяжка по времени. Вторая немаловажная причина у нас смена мэра произошла весной и как раз практически перед сезоном. Даже когда на дорогах Иркутска асфальт все же появился, проблем меньше не стало. Экспертные комиссии в ряде случаев просто отказывались принимать работу подрядчиков. Причина – некачественное выполнение обязательств. Подобные случаи зафиксировали на плотине ГЭС улицы Депутатской. Последние нарушения обнаружили на Баумана. Переделывают недочеты подрядчики за собственный счет. Очень частными дефектами является качество установки радиоверного камня. В том числе имеются дефекты как по проезжей части, так по тротуарам, так и по дорожным знакам и иным элементам организации дорожного движения. Частными замечаниями – это дефекты ограждения мест производства работ, отсутствие знаков ограждения в местах производства работ. Не всегда водителям понятно, как передвигаться. Не исключено, что жители города еще не раз увидят, что недавно уложенный на дороге асфальт убран. С 2017 года в Иркутске нерадивым подрядчикам было выдано более тысячи предписаний о необходимости устранения нарушений. На данный момент выполнена лишь половина предписаний. Иван Занько, Виктор Черкашин. Новости по будням. Виктор Черкашин. Новости по будням. Происшествий уже 9 лет. На счету Максима более 700 выездов на возгорание. И обстоятельства всех, без исключения пожаров, были раскрыты. Именно этот факт и стал главной причиной присвоить уроженцу северной столицы региона звание лучшего дознавателя МЧС. Сам молодой человек признается, что о таком престижном звании он даже и не мечтал. Я никогда не мечтал работать дознавателем и никто из моих родственников не работал ни в пожарной охране, ни в МЧС. Можно сказать, что я попал в МЧС по воле случая. Наверное, это называется судьба. Но любая династия всегда с кого-то начинается. У меня двое сыновей и возможно в будущем кто-то из них выберет своей профессии, службу в МЧС. Быть дознавателем для меня – это значит нести ответственность перед людьми, у которых произошел пожар. Я должен собрать исчерпывающую информацию о произошедшем пожаре, проанализировать ее, сделать правильные выводы о причине пожара и воиновнике. В Иркутске участники клуба военно-исторической реконструкции воспроизвели один из боев Великой Отечественной войны в честь Дня народного единства. На поле сражения оказалась и наша съемочная группа. Подробности дух захватывающей битвы ждут вас далее. То тут, то там звучат выстрелы, но это лишь репетиция перед реконструкцией одного из боев Великой Отечественной войны. А всего через полчаса здесь, в Иркутском лесу, залпы орудий не будут прекращаться больше 10 минут. Пока же реконструкторы заряжают пулеметы и автоматы. Это пулемет ДП-27, дептеревпехотный, образца 27-го года. Вот каждый такой диск – это 47 патронов. У пулеметчика три таких диска. Пулеметчик может создать плотный огонь, ну и противник, грубо говоря, не сможет высунуться из окопа. Ну вот вы увидите. И вот, соответственно, задача отделения – беречь пулеметчика, чтобы он остался живым. Траншеи, землянки, огневые точки участники клуба военно-исторической реконструкции обустраивают уже два года. Они воспроизводят различные бои по несколько раз в год. 4 ноября сражение решили посвятить Дню народного единства. В битве участвуют семь советских солдат и четверо противников. По сценарию сражение проходит на Карельском фронте. Понятно, что количество войск у нас здесь очень далеко от действительности. Но примерная пропорция, она все равно сохранена. То есть атакующих будет чуть больше, обороняющихся чуть меньше. Победа оказалась и за советскими солдатами. Но важнее именно в этот раз было другое. В реконструкции в честь Дня народного единства, как и в настоящей войне, бок о бок участвовали представители разных национальностей. Русские, буряты, украинцы, азербайджанцы. Всех их объединяла одна общая идея. На самом деле, если я так скажу, в реконструкции бой, перестрелка – это не самое главное. Самое главное – это почувствовать быт той эпохи. То есть поносить одежду, понять, насколько она удобна, насколько как бы как вжиться в снаряжение, в одежду. На мне около 10 килограммов оружия и снаряжения, 6 килограммов диски под пулемет, фляга, граната, лопата и еще тонкая телогрейка. Что я хочу сказать, даже игра в войну – это холодно, страшно и тяжело. Ольга Харнутова, Виктор Черкашин, новости по будням. Не просто, правда, не в физическом плане было и школьникам Иркутской области. Они принимали участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». По итогам 9 одиннадцатиклассников победили и стали миллионерами. Прежде чем попасть в финал, нужно было сначала стать лучшими из миллиона других ребят, которые в онлайн-формате подавали заявку, рассказывали себе, презентовали проекты. Лидеры попали в международный лагерь «Артек», А там уже из 1200 ребят выбрали 600 самых-самых. В их числе оказались и наши земляки. Отличились школьники из Нукутского района, Братска, Иркутска, Устилимска, Саянска и Ангарска. Они представляли свое видение города будущего по шести направлениям. Образование, предпринимательство, искусство арт, урбанистика, волонтерство, здоровый образ жизни. Каждый победитель получит по миллиону рублей. Деньги дети смогут направить на оплату своего обучения. Также ребята получат до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в ВУЗы. Вслед за лидером высшей хоккейной лиги Ермак одолел и аутсайдера соревнований. В рамках 16-го тура ангарчане принимали на своем льду клуб «Ишсталь» из Ижевска. Гости вплоть до конца третьего периода вели в счете, но оранжевая машина нашла в себе силы отыграться и свести поединок в овертайм. В дополнительное время усилиями Евгения Соловьева коллектив из города нефтехимиков все же победил 4-3. Дзюдоисты Иркутской области провели генеральную репетицию в преддверии первенства России. Наши земляки выступили на федеральном турнире в Красноярске, где завоевали сразу 10 медалей. В копилке сборной региона оказалось по две золотые и серебряные награды, а также шесть бронз. Всего в состязаниях приняли участие более 300 юниоров со всей страны. Медали чемпионата России по бодибилдингу также достались уроженцам при Байкале. Так, Екатерина Разумникова стала серебряным призером в категории «Велнес-фитнес». Девушка попала на педестал в зачете спортсменок выше 166 сантиметров. Ну а Анастасия Сухарева завоевала бронзовую медаль в дисциплине «Боди-фитнес». Данил Седов, новости по будням. Всем здравствуйте! В любой сфере деятельности есть свои звезды. Кого-то такие люди раздражают, других вдохновляют. Мы за второй вариант. О том, кто нас мотивирует, расскажем прямо сейчас. Иркутянка Оксана Кошелева сдвинула 82-тонный погрузчик-контейнеров на одном популярном телешоу. Таким образом, мастер спорта по пауэрлифтингу, рекордсменка по силовому экстриму в России и мире, в очередной раз доказала, что человек может многое. Отметим, в предыдущих выпусках программы она удерживала два рвущихся в разные стороны мотоцикла. Какой рекорд Сибирячка поставит дальше, остается только гадать. Порадуемся за ребят из нескольких районов Иркутской области. Они заняли призовые места на всероссийском конкурсе по противопожарной безопасности «Неопалимая Купина». Ежегодно в нем принимает участие более 55 тысяч юных талантов. В этом году отметились ребята из Ангарска, Зимы, Усольского района и Иркутска, Мегета. В разных номинациях работы из нашего региона завоевали первые, вторые и третьи места. Так высшую оценку жюри получили вот эти часы из Ангарска. А такой смелый пожарный от пятилетнего Владимира Суржанского из поселка Белореченский заслужил бронзу. Российские знаменитости помогут развить творческие способности детям из многодетных семей. В стране стартовала всероссийская акция «Звездное наставничество». Ребят ждут занятия с известными певцами, актерами, спортсменами. Популярные медиаперсоны поделятся секретными фишками своей профессии. Расскажут о личном звездном пути и подскажут, с чего нужно начать профессиональную карьеру. По итогам акции каждый ребенок получит именной сертификат. Новый рекорд среди видеороликов, вдохновляющий на покорение новых высот, появился в сети. Самым просматриваемым видео на YouTube стал клип «Baby Shark Dance», что переводится как «Танец малышки-акулы». 2 ноября детская песенка набрала на видеосервисе 7 миллиардов 855 миллионов просмотров. И это новый рекорд. Текст композиции повествует о том, как акулы охотятся на рыб. А в начале видео зрители могут слышать отрывок из симфонии номер 9 Антонина Дворжика. Это отсылка к фильму «Челюсти». Предыдущий рекорд просмотрам принадлежал музыкальному клипу «Де Спасито». Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. Продолжение следует...